Приветствую вас. То, что вы описываете, очень похоже на такую вот концепцию «сама себе родитель». То есть, есть Оксана, которая сама себе родитель, есть Оксана, которая считает, что она может и должна делать каким-то людям замечание, что другие люди также что-то должны делать, чего-то делать не должны, да и сама Оксана, она, в общем-то, тоже должна делать что-то, а чего-то делать не должна. Вот это на самом деле является, наверное, одной из ключевых таких вот аспектов, ключевых аспектов проблемы, вот, потому что вы себе не родитель, вы не в силах, вы не способны, в принципе, себя оценивать, но вы это делаете, вы стараетесь соответствовать некому идеальному «я», который у вас есть, и который, конечно же, не работает, не... ну, вот, ни в коем вообще случае не работает, ни в коем случае не получается, ему следовать и не получится, потому что вы немножечко, ну, всё-таки такой вот другой человек, да, вы всё-таки такой вот иной человек, вы не похожи на... ну, на дух, какой вот хотите быть, да, вот, и это, конечно, очень... такая вот... Серьезная, на мой взгляд, проблема. Серьезная, на мой взгляд, противоречия, вот. Ну, которая, в общем-то, которая, в общем-то, не позволяет вам, ну, грубо говоря, как-то, вот, двигаться дальше по своей жизни, вот, мне так, мне так видится, и мне так кажется, вот. То есть, именно, вот, проблемы заключаются в этом. Следующее, то, что вытекает прямо, то, что вытекает прямо из того, что вы описываете, вот, то, что вытекает, именно, вот, прямо, это то, что вы обрабатываете очень заниженной самооценкой, вот, очень заниженной самооценкой, вы считаете, что, ну, что ваше мнение, оно не страшно, вы считаете, что вы, вообще, ни на, ни на, ни на, ни на что не способны, что, что вы ничего не можете, вот, и, ну, соответственно. То есть, это, конечно, тоже, в общем-то, не может, ну, не может вас, как-то, вот, не деморализовывать. Конечно, конечно же, вот, поэтому, здесь, вот, на мой взгляд, то, что нужно вам, это, ориентироваться, именно, вот, на те аспекты, о которых я говорю, то есть, работать с самооценкой, вот, работать, значит, над тем, чтобы, может быть, не думать о том, как воспримут, ну, как воспримут вас люди, вот. Возможно, имеет смысл, там, рассмотреть, опять же, возможность не преследовать, а цель, допустим, делать замечание, вот, кому-либо, потому что это позиция заранее проигрышная, на мой взгляд, опять же, вот, и дальше уже будет несколько более понятно вам, что и как делать, что и как делать, куда двигаться. Так, я не могу не быстрее за себя, не выразить словней, где я подумал, ну, да, да, если вы себя обесцениваете, не принимаете, эээ, своих чувств. Сталкиваюсь с канцем, значит, вчера в очередь стала девочка не за меня, а передо мной, ну, опять же, да, то есть, тут имеет место быть, эээ, по-видимому. По-видимому, здесь имеет место быть, эээ, некая такая, потребность, ээээ, сравнивать, эээ, себя, с ээээ, ну, с другими людьми, вот. То есть, возможно, возможно, это то, что вы делаете. Я не уверен в этом, я не берусь, ээээ, сейчас, ээээ, утверждать этого, этого, ээээ, не берусь утверждать это наверняка, но, мне думается, что, что, вот, вполне реально такая история, вполне реально такая ситуация, что вы, вот, можете, действительно, ээээ, пытаться сравнивать себя с другими людьми, и, вот, из-за этого постоянно где-то какая-то такая, некая, некая, знаете, ээээ, борьба. Ээээ, борьба за, ээээ, даже не знаю, как это сказать, борьба за право на существование, вот, ээээ, что-то вроде этого, что-то вроде того, того. Вот, хотя, понятно, что, ни о чём, в таком речь-то, в принципе, не, ну, в принципе, не, не идёт. Вот, ну, вас это волнует, вас это беспокоит, очевидно, опять же. Вот, и, с этим нужно вам, ну, то есть, это нельзя игнорировать, да, это нельзя просто взять и на это закрыть глаза, что вас это волнует почему-то. Дальше, эээ, так, внезапно возникшие пьяные малики, которые, значит, я вот тут стоял, у меня паника, у меня трясет, я не могу сказать. Вот это вы боитесь, вы боитесь осуждения, вы, опять же, себя обесцениваете здесь, по крайней мере. Эээ, обесценивание, оно, ну, не возникает. Эээ, на ровном месте обесценивание, оно, эээ, почти никогда не возникает. На ровном месте обесценивание почти всегда имеет, эээ, некие основы, вот, некие причины, по которым так, что происходит. Вот. Так что, я думаю, вам здесь, эээ, очень желательно, эээ, проориентироваться на то, чего же вы, вот, все-таки боитесь. Что же вам, эээ, ну, чего вам, эээ, все-таки страшно, чего же вы, эээ, все-таки опасаетесь. Вот. Мне кажется, что вот в этом направлении, эээ, вам можно двигаться, можно и нужно двигаться в этом направлении. Вот. Дальше, так, я ожидаю грубого хамского ответа, на который, боюсь, не смогу ответить, да эмоции зашкаливают. Ну, а опять же, какие это эмоции у вас, да? То есть, что это, злость, обида, боль, эээ, страх, эээ, что это за эмоции? То есть, о каких вот эмоциях, по сути, идет речь? Это очень, эээ, важный момент, потому что, эээ, он напрямую влияет на, эээ, то, как вы себя позиционируете. Вот. Если вы ожидаете хамского, эээ, поведения в ваш адрес, то, опять же, у этого, ну, тоже, вероятно, есть свои причины. Да, вы считаете, эээ, возможно, возможно, вы считаете себя, эээ, ну, достойны этого, вы считаете, что достойны того, чтобы, эээ, вот, чтобы к вам относились именно так. Эээ, вот. Я не уверен, эээ, сейчас, эээ, в этом, да, я, просто говорю о том, ну, вот, как мне, эээ, видится данный аспект, как мне видится данная, эээ, как мне видится данная ситуация, эээ, вот. Дальше, эээ, так, я ожидаю, так, я после гистации очень близко переживаю и болею, не могу забыть или простить по несколько лет. Ну, здесь, опять же, с одной стороны, родительская позиция, догма, 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 догматическая, в некотором смысле у вас идёт, эээ, мышление, эээ, здесь, к сожалению. Вот. А, с другой стороны, вас это задевает очень сильно, эээ, по-видимому, по-видимому вас это очень сильно задевает. А, вот, и из-за этого вы ещё тоже не можете простить, эээ, то, что, вот, происходит, эээ, ну, в том числе, в ванной. Да. Так что, здесь, ээээ, ситуация вполне себе понятна. Понятно, почему вы, ээээ, так на это реагируете, понятно, почему вам так тяжело. Тяжело, вот, но здесь, эээ, с этим нужно работать. Вот. Так, это, к сожалению, ну, не просто, не просто, так. Дальше, эээ, так, что касается выразить мнения ответного вопроса, мне кажется, оно ничтожное, все равно никто не померзнет, не слышит, смысл не разговаривает. Вот, вот, с этим вот, кажется, и нужно работать. Откуда, откуда и почему вы это взяли? Что это так? Почему вы решили, что это так? Эээ, что, что, не знаю, указывает на то, что это, что это так? Вот. С этим и нужно работать, соответственно. То есть, вот, вы говорите, да, ээээ, ну, ну, что ваше мнение, что ваше мнение, оно ничтожное. Ну, так, если вы так считаете, если вы так считаете, наши, другие люди так же могут посчитать. Эээ, ну, к сожалению, другие люди, эээ, к сожалению, так же могут, могут, могут посчитать. Ну, вот. Понимаете? Какая штука. Какая штука. Поэтому, тут вот, такой момент, ээээ, на мой взгляд. Ээээ, тут такой вот, аспект, ээээ, на мой взгляд. Понимаете? И, если вы сомневаетесь в себе, то и кто угодно другой будет сомневаться. А дальше. Ээээ, так. Я боюсь даже конфликтной ситуации заранее и заставлять напрягать нервную систему сразу. Чего именно вы боитесь? Боитесь того, что вы не уверены в себе. Да? Очевидно. Боитесь того, что вы не сможете за себя постоять. Да? Ну, наверное, я так думаю. Вот. Ну, тут, опять же, на, ну, нужно, ээээ, поискледовать эту историю, увидеть её, ээээ, понять её, вот. Чтобы, ну, чтобы лучше отдавать себе отчёт в том, что вообще происходит с вами. Вот. Понимаете? Какая штука. Так, дальше, ээээ, ещё пример. Ээээ, кто-то без наружников слушает музыку или громко говорит по телефону. Я даже не могу сделать замечания. А почему я считаю, что должны сделать замечания? Ээээ, это глупоходов меня уже задолбало. Я когда она ругается, я думаю, надо было сказать так, так, так. Ну, то есть, опять же. Опять же. Ээээ, значит. Гадает. Гадает. Ээээ, вот. Вы себя ругаете. Да? А вы себя ругаете. Почему? Эээ, почему вы считаете, что имеете, допустим, право, да? Почему вы считаете, что имеете право себя ругать? Вот. Вот. Мне хочется этот момент тоже как-то вот, ээээ, ну, зафиксировать. Вот. Почему вы считаете, что вы имеете право ругать себя? Мне кажется, что у вас нет таких правомощий себя ругать. Но, очевидно, что, очевидно, что вы это делаете. Очевидно, что вы, ну, как бы вот, допускаете эту возможность. Ну, соответственно, нужно поисследовать это. В том числе, чтобы увидеть и понять, что мотивирует вас себя ругать. Опять же. Ну, вот. Вот так. Так, мне кажется, можно вам ответить на вопрос, который вот вы задаете. Вас очень много вещей задевает. Знаете, вас очень много вещей задевает. Я думаю, что это понятно. Понятно, что вас много вещей задевает. Вопрос заключается в том, что вас привело к этому, потому что вот много вещей вас задевает. Вот это, на мой взгляд, очень важно. Очень важно. И если мы в этом разберемся, например, с вами в том числе, то ситуация будет гораздо лучше. На мой взгляд, по крайней мере. Вот так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо.